Подсудимые требовали провести закрытое заседание. Боялись за свою жизнь. По их словам, проукраинские активисты настроены агрессивно. Пророссийские граждане очень часто высказывают подобную точку зора, но почему-то на лаве подсудных за терроризм сейчас находятся именно они. В Малиновском райсуде рассмотрели дело представителей православного казачества. Их подозревают в попытке создания так называемой Одесской народной республики. Кроме того, четверых мужчин обвиняют в планировании терактов, покушений на жизнь гражданских активистов. И нардепа Алексея Гончаренко. В ходе предварительного заседания прокурор подала ходатайство о продлении срока содержания под стражи, так как подозреваемые могут влиять на свидетели или и вовсе покинуть пределы страны. Суд принял решение оставить обвиняемых в СИЗО. Продолжить срок тримания под вактуем на 60 дней до 1-го жевня 16-го года. В свою очередь адвокаты подзащитных подали прошение об отводе судей, так как те продлили подсудимым меру пресечения на 2 месяца, невзирая на отсутствие весомых аргументов от прокуратуры. Нарушается процесс, нарушается конвенция о защите прав человека, нарушается практика европейского суда, которая говорит о том, что прокурор обязан подтверждать каждый раз ходатайство о продлении меры пресечения. Суд отклонил ходатайство об отводе судей, однако глава судебной коллегии приняла самоотвод, аргументируя это тем, что ее родственник общался с братом адвоката одного из подсудимых. Тот, в свою очередь, заявил, что судья бежит от дела, так как никаких личных отношений у них не было.